Легко и быстро попасть в Америку. Если честно, я, конечно, всем ученичам благодарна за вопросы, и я стараюсь отвечать всем, но я как бы... Чтобы сэкономить своё время, любимое, и свои глазки, с которыми у меня проблемка, я всё-таки хочу ответить на один вопрос, который мне постоянно задают. Вопрос звучит 100%. Вот там, может быть, чуть-чуть слова переставлены, но смысл один и тот же. Как быстро, как быстро и дёшево попасть в Америку, и как быстрее получить гражданство? Отвечаю. Хотела бы быть, конечно, волшебником и сказать, что это действительно возможно, но не могу. Способа быстро попасть в Америку и быстро получить гражданство не существует. Может быть, конечно, кому-то там сильно везёт, я не знаю. Но такого способа нет, чтобы попасть русскими буквами. Посольство Соединённых Штатов, посольство США в Москве, например, если вы живёте в России. Ну, там описано, там есть абсолютно вся информация, какие визы, как можно получить визу, какие требования, какие документы нужны и всё прочее. Абсолютно вся информация есть на этом сайте. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, как быстро, я всем отправляла сайт этого посольства. Я всем говорила, что вот, ну, как бы, чем больше я отправляю этих ответов, тем больше таких же самых вопросов вы поступаете. Я понимаю, что, может быть, я завлекла вас своими видео рассказами про Америку. Да, это замечательнейшая страна, суперская страна. Вообще, дай Бог каждому, чтобы вам получить визу и быть здесь. Но не спрашивайте такие вопросы, потому что ответа на ваш вопрос ни у кого нет. Это как вам повезёт. То есть всё зависит только лишь, наверное, от везения. Поэтому, если вы хотите попасть в Америку, вам, конечно, прежде всего необходимы будут деньги, естественно. Потому что перелёт сюда будет стоить, ну, грубо говоря, перелёт в оба конца, потому что вам придётся покупать, вас не пустят сюда в Америку, если у вас не будет обратного билета. По какой бы вы визе сюда не летели. Даже когда я летела по визе невесты, меня заставляли взять билет обратно. Я говорю, зачем я выхожу замуж? То есть я там целое дело, я не купила билет себе обратно, потому что я настаивала на своём, зачем, если я выхожу замуж и останусь там жить. Но очень многих невест всё-таки заставляли брать билет туда-обратно, потому что иначе просто американская сторона как бы не пропускает. То есть вы сюда уже прилетите, вас просто не выпустят в аэропорту, если у вас нет обратного билета. Они расценят это, что вы хотите здесь остаться навсегда, и просто не выпустят вас. С таможенной зоны посадят на самолёт и летите обратно. Поэтому билет туда-обратно будет стоить, ну грубо говоря, 2000 долларов. Может быть кому-то повезет кто-то купить за 1300, за 1700. Кому-то не повезёт купить за 3000, я не знаю. Поэтому только билет будет стоить, наверное, ну будем говорить, грубо 2000. Арендовать помещение вы не сможете никак, никоим образом вы не сможете арендовать помещение, потому что чтобы арендовать помещение, необходимо представить кучу документов, что вы здесь постоянно проживаете, что у вас есть постоянно хорошо оплачиваемая работа, то есть что вы способны платить аренду, чтобы потом арендодатель не имел с вами проблем по выселению. Потому что если у вас документов нет, завтра станет проблема вас выселять. Ну это целое дело, никто с этим связываться не захочет. Поэтому вам придётся жить в гостинице. Хотите вы этого, не хотите, но, кстати, иногда гостиницу дешевле снять, чем снимать квартиру. Честное слово, гостиницы в Кисиме, я там уже рассказывала несколько раз, есть хороший такой сайт, priceline.com, выбираете однозвёздочный отель, где-то там ставите, допустим, район аэропорта Орландо, грубо говорю, там, или Кисиме, или там что-то, и вам выходит, в принципе, можно за 25 долларов снять гостиницу в день. Неплохую, кстати, хорошую. Тут плохих гостиниц просто, наверное, не бывает. Скромно, конечно, да, иногда даже они, кстати, иногда ещё они бывают и с завтраком. Так что, если, допустим, вы за 20-25 долларов снимаете гостиницу, номер в день туда же входит, то есть вам не надо платить ни за свет, ни за воду, ни за что, то есть это даже получается выгоднее, чем снимать жильё. Итак, грубо говорим, в среднем, допустим, 30 долларов, ну 25 долларов гостиница, плюс налог, плюс там у них какие-то ещё налоги, ну пусть, грубо говоря, от 30 долларов гостиница. Может чуть-чуть, ну минимальное, 30 долларов в день, вот считайте. Это чтобы здесь месяц прожить, это надо как минимум ещё тысячу иметь. Итак, 2000 перелёт, 1000 гостиница на месяц. Плюс здесь невозможно жить без машины. Конечно, если, допустим, вы попадёте в район, в гостиницу, но там опять же, там дорогие гостиницы, в туристическую зону, там, где ходят автобусы, вот такие вот, то на то и выйдет. Машину можно взять на прокат, опять же, если у вас есть российские права, не знаю, всегда ли дают на прокат, вот точно не могут. Я знаю, что люди берут на прокат машину. Машина на прокат стоит, это минимум, это минимум 50 долларов в день. Это даже бабки ходить не надо, потому что это, это, я говорю именно за Орландо, я не говорю за какой-то другой город. Например, в Нью-Йорке там будет аренда машины стоить, может, и гораздо выше в день. Самая, как бы, плюгавенькая машинка. Вот такая машина, как у меня, я когда прилетела в Вашингтон, я хотела снять, такая машина, как у меня стоила в день, в интерпрайсе 150 долларов прокат, только в день, плюс мой бензин. Ну, CV большая. А маленькие машины, ну, можно было там, допустим, я снимала за 80 долларов маленькую, как у меня был, 5-крузер, вот такую крошечку, 86 долларов в день, плюс мой бензин. Короче говоря, рассчитывайте, ну, грубо говоря, 100 долларов в день машины, потому что без машины тут делать нечего. Ну, дай Бог, что попадет сама машина за 50 долларов. Ну, опять же, я говорю грубо, потому что без машины тут делать абсолютно нечего. Что еще рассказать? Ну, питание, ну, питание, да, можно, конечно, купить, что-то приготовить, можно, ну, тут, в принципе, можно, тут питание недорогое, можно, если есть машина, можно остановиться. В ресторане можно, у меня там много, куча информации, за 8-10 долларов покушать в очень вкусном ресторане, тут куча этих буфетов 7-8-10 долларов заплатили, и вот так наелся на весь день. Ну, это вопросов нет. Ну, вот и все. Аттракционы, все аттракционы очень дорогие. Каждый аттракцион, это в среднем 100 долларов в день аттракцион. Любые Universal Studios, SeaWorld, или там, например, Disneyland, ну, это грубо, опять-таки говорю, если там можно купить какой-то пакет, там дешевле будет. Ну, грубо говоря, 100 долларов в день. Там от 78, от 80 и выше, выходит в среднем 100 долларов в день, если вы будете, если вы хотите кататься на аттракционах. Ну, что еще? Ну, и, конечно, на всякий случай надо иметь какие-то деньги, мало ли что-то случилось, не приведи Господь, что-то случилось. Ну, в общем, как бы там вы ни хотели, по большому счету, если ехать сюда, допустим, на месяц, с проживанием совсем, с билетами, это где-то, ну, 5 тысяч долларов, это к бабке ходить не надо, 5 тысяч долларов надо иметь с собой. Ну, в смысле, 2 тысячи на билеты и там 3 тысячи на проживание, и там на аттракционы, там туда-сюда, 5 тысяч долларов. Поэтому вот вы себе и думаете, что если вы, допустим, получили визу, если у вас плюс виза, за визу надо платить 100 долларов, плюс вам надо будет ехать, если вы живете не в Москве, в России, допустим, вам надо будет ехать, ну, допустим, с какого-то там, с другого города в Москву, останавливаться в гостинице, там, на день, на два, чтобы получить эту визу, потом прийти, ну, как бы, как бы непростая ситуация. Плюс, опять-таки, когда вы заполняете документы на визу, вам нужно будет позвонить по какому-то телефону, чтобы позвонить по этому телефону, нужно заплатить какие-то деньги с какой-то карточки, чтобы, ну, это, конечно, они так сильно усложнили всю эту процедуру, и вот, честно, иногда вот эти моменты мне в Америке не нравятся, потому что это, они ставят на коленки, конечно, вот тех, кто с других стран хочет сюда прилететь, потому что я 4 раза сталкивалась с этим, в мае я до 4 раза хотела получить визу, 4 раза ей отказали, мы через все это прошли, и плакали, и рыдали, и сердце останавливалось, ну, что делать, ну, что делать. То есть, если вы подойдете на визу, заплатите 100 долларов, и приедете в Москву, и потратите кучу денег на то, чтобы переночевать в гостиницах, нет гарантии, что вы получите все-таки визу. Если вам откажут, вам придется ехать домой, никто деньги не возмещает, и 100 долларов за визу никто тоже не возвращает. Ну, это, как бы, самая плохая черта, конечно, в Америке, не знаю. Я думаю, надо, конечно, менять вот это отношение к другим странам, потому что как-то вот, мне вот стыдно бывает иногда за то, что вот происходит в посольствах американских, честно, бывает стыдно, потому что, как бы, такая Америка, такая радужная вся, такие все приветливые, а там какое-то зверье сидит, просто, вот честно, там какие-то звери сидят в этих посольствах, фу, человек вообще вот так вот. Ну, ладно, не будем о плохом, будем о хорошем. Ну, все, поэтому я еще раз повторяю, на вопрос, как быстро, легко и дешево попасть в Америку, ответ такой. Может, кому-то и повезет, не знаю, но мне кажется, что это достаточно сложно, это достаточно сложно, это даже, наверное, очень сложно, но, тем не менее, не воспринимайте это мое видео, как бы два шага назад не надо. Вот кто хочет, вот я, вот стоп, я по себе знаю, если я что-то очень хочу, если я чего-то очень в жизни хочу, я всегда этого добьюсь. И поэтому не надо вешать нос Гардемарины, надо, конечно, стремиться к лучшему, и вот честно хочу сказать, я побывала очень во многих странах мира, и в арабских странах, и в Европе, и, ну ничего подобного, как здесь в Америке, я честно не видела. Вот сам микроклимат какой-то просто замечательный, не знаю, я люблю, я обожаю Америку, и дай Бог каждому из вас получить визу и приехать сюда, хотя бы посмотреть, хотя бы для себя сказать, так, я посмотрела, я там жить не хочу, все. Ну, навряд ли такое кто-то скажет. Все захотят здесь жить. Следующий вариант, как я уже все знаю о том, что женщина может выйти замуж за американца, но для этого американец должен, кроме того, чтобы познакомиться, влюбиться в нее, он должен приехать к ней в страну, там наделать кучу фотографий, представить документы, что он приезжал, билеты и прочее, прочее, и ей тогда уже невесте там, это целое дело. Американец подает здесь петицию, чтобы ему разрешили жениться на иностранке. Тут его проверяют, если у него, допустим, нет дома, если у него там нет нормального дохода, ему еще могут отказать. Ну, как бы, ну, как бы, вот, Америка все-таки, вот, держит как-то, ограничения ставит, чтобы не пускать сюда, как бы, лишних людей. Хотя, опять же, поразительно, зачем тогда они устраивают эту грин-карт лотерею? Ну, оно не сходится. Я никогда, наверное, ответа не найду на этот вопрос. Молодые люди, девочки, мальчики, вы, у вас есть реальный шанс сюда приехать по work and travel. Это вообще, тут вот вся молодежь, которая здесь есть, которые остались здесь, которые уехали, потом вернулись домой, они, ну, 90% молодежи приехали сюда вот по этой визе в work and travel. Это самый простой способ получения визы. Но для этого вы должны учиться в университете либо в институте, представить справочку, иметь элементарный набор некоторых фраз на английском языке, ну, типа того, что прийти поздороваться, сказать, что я живу там-то, я хочу работать там-то, и почему я хочу лететь в Америку, я хочу посмотреть там, узнать культуру этой страны, там, траля-ля, три рубля и всякое разное. Ну, вот и все, опять меня не остановить, меня надо затыкать. Пошла в паблик покупать хлеб любимому мужу, и все, до свидания. Все, я вас всех люблю. Welcome to Florida, Welcome to США. Все, до свидания. Всем громадная-громадная удача, дай бог, дай бог встретиться с каждым из вас здесь. Все, удачи, к Новым годам, с наступающим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!